Первый урожай лимонов готовятся собрать в одном из сел Атараусской области. Цитрусовые три года назад были высажены в степи на соленой почве. Скептики прогнозировали гибель фрукта, но ошиблись. Теперь сельский фермер-экспериментатор задумал развести инжир. Репортаж Виктора Сутягина. Аграрий Владимир Разметов готовится к первому урожаю. Эти плодовые принесут не меньше полутора тонн лимонов. Таким образом, опровергнув прогнозы скептиков, три года назад утверждавших, субтропический фрукт в степи, да еще на солончаках, вырастить невозможно. Но лимонарий в 20 теплицах, где пришлось немало потрудиться, подбирая нужные подкормки, не подвел. Принялись все 2000 саженцев. Лимоны выращивать нетрудно. Главное, чтобы зимой температура не падала ниже 2 градусов. А летом они выдерживают и 60 градусов. Нерадужные прогнозы сельскому фермеру опровергать не впервой. Десять лет назад он разбил в степи яблоневый сад, высадив несколько тысяч саженцев. Саду тоже предрекали гибель. Мол, на жаре и соленой почве деревья погибнут. А яблоны не только принялись, но и дают обильный урожай. Фрукты пользуются спросом не только на местном рынке. Покупают их и в соседней России. Жаркий климат придает им неповторимый аромат. Площадь степного яблоневого сада 160 гектаров. Есть еще виноградник. Ровно гектар занимает лимонарий. По словам фермера, и площадь яблоневого сада, и вот этого лимонария можно увеличить вдвое. Земля позволяет. Проблема в том, что заниматься выращиванием плодов – дело не только хлопотное, но и затратное. У Атравовской области для фермы вода стоит 14 тенге. А в Чинкенте около 1 тенге. Но у них дожди, у нас воды в течение лета вообще не бывает. Это нам обходится очень дорого. Газ вот недавно на 1000 кубометр подняли на 200 тенге. Дизельное топливо в сравнении с теми годами почти в два раза поднялся. Помогли бы субсидии. Но на яблоне, не говоря уж об экзотических фруктах, они не положены. К счастью, фермера-экспериментатора это не останавливает. В теплицах между лимонами он высадил несколько десятков саженцев инжира. По его словам, сам не верил, что инжир приживется. Оказалось, растет неплохо. Теперь в планах строительства новых теплиц под этот фрукт. Наверное, впервые скептики воздержатся от пессимистических прогнозов. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутангазиев. Итоги дня. Атаровская область.